сегодня будем работать вот с таким пациентом значит это у нас был пенек который благополучно рассохся был сточен короедом жуками-точильщиками какими-нибудь другими я их не знаю в общем то я не энтомолог вот такая интересная структура у этого пенька изнутри значит это у нас его поэтому для аквариума она как бы но мне очень подойдет она достаточно недолговечная в аквариумной воде вот но вот в качестве декоративного элемента или в качестве декоративной подставки собственно для чего я хочу попробовать применить есть такая вот у меня еще колба которая хочу сделать какой-то рассадник мха с закрытого типа не знаю как то получится еще такого никогда не делал это будет мой первый опыт поэтому если что просьба палками не пинать и тапками не закидывать значит ну что-то вот такого плана будет на деревянной подставочки здесь попробую чем-то задекорировать сейчас у меня еще предстоит самая интересная часть это создание флорариума или как-то правильно называется в общем и от этого далекий буду сейчас экспериментировать попутно шерстить информацию в интернете так Субтитры сделал DimaTorzok Значит, что у нас есть в качестве питательной подложки? Я тут набрал и для других целей, но тем не менее попробую и здесь это использовать. Значит, у меня тут есть прессованный кокосовый грунт. Также есть вермикомпост, биогумус. То есть, это почва, которую переработал червь. Есть у нас вермикулит. Не знаю, как видно, не видно. Вермикулит. Это у нас как дренажный идет, агроперлит. И есть еще торф мизинный. Вот, PH 5,5, 6,5. Собственно, для создания питательной подложки у меня ингредиентов более чем достаточно. Теперь у меня есть немножко пророщенного мха, который уже прижился. Ну, вот он, зелененький. Не знаю, тут не очень хорошо видно, к сожалению. Но, в общем-то, есть. Сейчас будем что-то думать, как-то крутить, вертеть. Пытаться его посадить, сделать какую-то композицию интересную. Не знаю, насколько хорошо выйдет. Я никогда не делал таких миниатюрных работ. И вообще, как бы, у меня специфика работы основная совсем другая. То есть, кто знает, это циклиды африканских озер. Вот. А это, можно сказать, это баловство у меня. Ну, посмотрим сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Вот такая композиция у меня получилась из старого пенька и вовых веточек. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок вот надеюсь она как-то там разрастется часть муха я привязал на коряжку эти веточки тоже они на клею они служат двумя целями то есть как вы видите они держат кубу с разных сторон соскочила здесь у меня беда то есть вот для того чтобы куба не уехала ну что ж на этом закончу пишите свой комментарий оставляйте отзывы а а а а а а а